Итак, доброе утро. Доброе солнечное субботнее утро 5 декабря. И у нас проект в эфире «Медицинская среда с Кембриджским лицей лингвистической экономической школой». И в этот день мы очень рады приветствовать вас, дорогие участники. И сегодня поделимся темой, которая в последнее время особенно актуальна. В век компьютеризации большое количество времени каждый из нас, и особенно дети, проводят в компьютерах, в телефонах, различных гаджетах, которые помогают общаться, получать знания и быть активными в современной жизни. И, конечно, многих родителей беспокоит, а сколько времени необходимо проводить за компьютерами? Как можно сохранить здоровье и дать возможность ребятам быть такими активными, не упуская важной информации в этом мире? И сегодня именно на эту тему, на тему сохранения здоровья органов зрения, мы будем беседовать с Мадиной Владимировной Субботиной, детским педиатром, педиатры бывают только детские, врачом с большим опытом. Представляет сегодня Мадина Владимировна клинический госпиталь Лапина, в котором можно получить самый широкий спектр различных медицинских услуг. И Мадина Владимировна действительно очень интересный специалист, который многое-многое может рассказать о детках. Мадина Владимировна, пожалуйста, расскажите нам, вот знаете, мне как маме уже взрослых детей все равно интересно узнать, а как же формируются органы зрения? Вот сможете немножко осветить, чтобы было более понятно для наших зрителей, слушателей, как можно дольше сохранять здоровье? Возможно, что-то формируется еще в очень-очень раннем детстве. Вот если будет такая возможность, осветите, пожалуйста, такой вопрос. Все вопросы, которые будут возникать у наших слушателей, зрителей, пожалуйста, задавайте в чате, и в течение встречи, по ходу встречи, будет возможность ответить. Ну и в конце встречи предполагается небольшая зарядка для глаз, которая будет эффективна как для взрослых, так и для детей, как для детей, так и для взрослых. Мадина Владимировна, вам слово. Да, спасибо огромное. Здравствуйте, дорогие друзья. Я с огромным удовольствием расскажу вам, как формируется орган зрения, как он формируется внутриутробно, как он формируется в период до первого года жизни ребенка, и вы поймете, как это важно, и как это важно в развитии ребенка, и как важно нам не упустить те моменты, в которые, скажем так, идет нарушение развития, или присоединяются какие-то определенные проблемы в развитии органа зрения у ребенка, и, соответственно, когда вовремя мы можем детям нашим помочь. Развитие органа зрения начинается на самых ранних этапах внутриутробного развития. Это 21 день, 21 день с момента зачатия ребенка, да, когда формируется нервная трубка, то есть это самые первые органы, нервная система, которая формируется на ранних этапах развития, вместе с ним формируется зрение и слух. Это в виде пузырьков и бугорков. И развитие и зрения, и слуха, и нервной системы идут пропорционально одинаково. Далее хорошо развиты глазки уже на восьмой неделе развития. То есть орган зрения уже практически сформирован на восьмой неделе развития. Но единственное, что он находится не впереди, как мы привыкли, а находится по бокам. На девятой неделе хорошо развиты веки. Хорошо развиты веки, и глазки наполовину открыты. Наполовину открыты. И уже практически сформирована сетчатка. И это, еще раз я скажу, это срок девятая неделя развития ребенка. Конечно, те инфекции, те нарушения генетического или наследственного развития, как вы понимаете, проявляются сразу. И чем раньше, например, реализуется инфекция, которая может поразить орган зрения и орган слуха, тем будут глубже эти поражения, вплоть до полной слепоты или недоразвития органа зрения или органа слуха, так как они закладываются одинаково на практически одном уровне, на одном этапе развития. 26 недель. 26 недель. Глазки частично открыты. Частично открыты. И есть уже ресницы. 29-32 недели развития. Ребенок может открывать и закрывать глаза. То есть глазки закрыты, когда ребенок спит. Глазки приоткрыты, когда ребенок бодрствует. Цвет глаз обычно голубой. Уже практически сформирована сетчатка. Пигментация радужки еще слабая. И мышцы радужки реагируют на свет. То есть ребенок видит свет и ощущает его. 34-36 недель – это когда ребенок уже ориентируется на свет. Ну, то есть хочу заметить вот что. Здесь что самое важное? Что орган зрения, естественно, формируется в центральной нервной системе в совокупности. То есть если все развивается хорошо, если все у нас нормально, нет генетических наследственных отклонений и нет никаких атак инфекций, особенно вирусных инфекций. То, что касается, например, краснухи, которая поражает орган зрения. Да, то, что касается токсоплазмоза, который тоже поражает орган зрения и слуха. И нервную систему, соответственно. То все у нас идет хорошо, все замечательно. То есть замечу, что все эти скрининги, которые проводятся беременным, все эти обследования, которые проводятся беременным женщинам, конечно, они очень правильные. Их надо проходить для профилактики, конечно, заболеваний, ну и центральной нервной системы, и органов зрения и слуха в том числе. При рождении. При рождении у ребенка полностью сформирован орган зрения. То есть это его передняя часть. То есть то, что мы видим, это глаза. Не доформированы еще пока, не зрелы. То есть они сформированы, но не зрелые еще зрительные пути и не зрелая еще центральная нервная система. Поэтому ребенок реагирует первые месяцы жизни только на свет. Он видит источник света, он может фиксировать этот взгляд, но пока еще не разглядывать предметы. У нас существует зрение в виде это светоощущения, то есть это вот как раз первые месяцы жизни, это светоощущения, развлечения цвета и бинокулярное зрение, то есть это оценка предмета и расстояние до этого предмета, то есть это трехмерность изображения. То есть у ребенка практически до года идет зрение, еще пока не формируется как бинокулярное, то есть он видит, он не может оценить расстояние до предмета, расстояние до предмета, и он не может еще определить форму предмета на изображении. Ну и, естественно, это транслирует. В возрасте двух-трех месяцев ребенок начинает фиксировать, разглядывать предметы, он видит цвета, то есть цвета обычно видит красный очень хорошо, и потом хорошо начинает различать зеленый и синий цвет. Различает крупные предметы примерно к шести месяцам, и здесь еще такой важный момент, как осязание. То есть вот бинокулярное зрение, то есть способность ребенка оценить расстояние, оно здесь, ребенок это познает через осязание, то есть он дотягивается до предмета, хватает его, то есть вот это его оценка расстояния до предмета. Расстояние до предмета. Соответственно, развивается центральная нервная система, дозревают зрительные пути, дозревают зрительные и слуховые анализаторы, дозревают все пути, по которым движется нервный импульс по позвоночнику, то есть ребенок начинает садиться, ползать и вставать. Здесь идет формирование совместного содружественного действия центральной нервной системы в распознавании, соответственно, предметов, их запоминания, в способности ребенка оценить расстояние до этого предмета, то есть когда ребенок подходит к периоду развития прямохождения, то сетчатка начинает работать таким образом, и бинокулярное зрение, то есть два глаза оба разглядывают этот предмет, он отражается на сетчатке, и, соответственно, ребенок может примерно оценить расстояние до этого предмета. Почему подробно так рассказываю? Потому что нарушение функции органа зрения очень влияет, первое, на интеллектуальное развитие ребенка, второе, на психическое развитие ребенка, и, соответственно, и на физическое развитие ребенка тоже. То есть к нарушениям развития зрения в этот период – это снижение остроты зрения. Острота зрения и так низкая у ребенка, то есть она не такая, как у взрослых, она намного ниже у детей. Поэтому перенапряжение органа зрения или неправильное развитие – это уже касается, например, к постгипоксическим изменениям после тяжелых родов, или реанимации, или недоношенного ребенка. Но это как бы отдельная группа детей, которых окулисты наблюдают отдельно. Или развитие глазодвигательных мышц. То есть глазодвигательные мышцы у ребенка развиты, но те соединительно-тканные пучки, которые удерживают глаз и которые вращают глаз в разных плоскостях, они еще слабые. Здесь тоже могут быть нарушения и в связи с этим развитие косоглазия ребенка. И значит, нарушение бинокулярного зрения и потом, как правило, снижение остроты зрения. Поэтому далее – цветоощущения. Цветоощущения ребенок формирует до возраста 4-6 лет. Нарушения цветоощущения могут быть как у девочек, так и у мальчиков. Это одинаково. Но фактически мы можем это продиагностировать только когда ребенок уже понимает и знает цвета. Это специальные есть картинки, по которым мы оцениваем, нарушены ли цветоощущения или нет. Как мы проверяем остроту зрения и, соответственно, как мы можем заподрозрить о том, что у ребенка что-то нарушено. Естественно, ребенок не видит, ребенок не реагирует на свет, ребенок не фиксирует предмет, ребенок плохо следит за предметом. Эти все нарушения, конечно же, у нас отслеживает окулист, но первым, кто подозревает – это родители. Второй, кто это оценивает – это педиатр. И третий, кто уже дает диагноз, то есть точную же диагностику – это окулист. Поэтому я так подробно на этом остановилась, чтобы вы понимали, что иногда нарушение развития двигательных навыков у ребенка происходит не потому, что он физически отстает, а потому что у него нарушена зрительная функция. И это очень важно. Очень важно. И также и слуховая функция. Вот здесь тоже важно, потому что, да, ребенок может родиться глухим, да, ребенок может родиться слепым. У меня есть такие случаи. Ребенок два месяца, который практически держал два с половиной месяца кулачки у глаз, и мы понимали, что происходит что-то не так. Хотя сформирован аппарат, вот сам глаз сформирован правильно, внешне. Сетчатка прекрасная. Но из-за каких-то определенных моментов, мы даже не можем сейчас точно сказать, из-за чего было нарушено проведение импульса по нервам к центральной нервной системе, к анализатору. Вовремя применятое лечение, то есть нам очень помогли неврологи, и ребенок восстановился. То есть, ну да, там нарушения были, конечно, серьезные, то есть там и косоглазие и так далее, но ребенок сейчас прооперирован, ребенку год с небольшим, год и два, прооперирован по поводу косоглазия, она видит, она ходит, она интеллектуально развивается. То есть если упустить такие моменты, соответственно, дети, конечно, очень страдают. По поводу близорукости и дальнозоркости. Детки все от рождения дальнозорки, они лучше видят вдаль. Затем этот момент перестраивается, и перестраивается он, соответственно, к примерно семи годам. К семи годам полностью практически устанавливается то зрение, которое имеют взрослые люди. Но 10% примерно зрение, вот такое есть понятие, как поля зрения, то есть вот боковое еще зрение, боковое зрение, да, и в плоскостях верхняя и нижняя плоскость, да, на 10% дети видят хуже. 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 Хуже, да. Дети видят хуже, чем взрослые. Поэтому наши рекомендации, из этого исходят наши рекомендации по поводу подготовки рабочего места для ребенка. То есть рабочее место для ребенка должно быть сформировано с хорошим освещением. Это освещение должно быть равномерным. То есть экран от компьютера, если вот дети особенно на дистанционке занимаются, он не должен быть ярче, чем все остальное освещение. То есть допускается освещение дневное, допускается освещение общее, допускается освещение дополнительное, но это все должно быть равнозначное, одинаковое. При переводе ребенка, например, если ребенок еще занимается с книгой, то есть он занимается на компьютере и еще, например, занимается с книгой. Расстояние, которое должно быть, то есть определено должно быть четко, то есть не должно быть так, что компьютер слишком далеко, а книга слишком близко или тетрадь рабочая слишком близко. То есть это должно быть все отрегулировано. Ребенок должен сидеть прямо перед компьютером, ребенок должен сидеть или перед книгой, без разницы, прямо. ноги должны стоять на опоре 90 градусов, локти, предплечье должны опираться на стол, и ребенок должен сидеть прямо, то есть у вас должен быть регулируемый стол, и ребенок не должен быть в напряжении, то есть ребенок сидит прямо, слегка опираясь на предплечье, голова должна быть тоже прямо, то есть вот эти все углы 90 градусов, они должны быть соблюдены, при переводе ребенка взгляда от компьютера к, например, рабочей тетради, он не должен, опять же, у нас сутулиться, то есть этот перевод должен быть по одной траектории, тоже прямо, что касается остальных периодов развития ребенка, это то, что мы говорим про освещение, то, что мы говорим про рабочий стол, это одинаково для всех возрастов, и на самом деле для взрослых тоже, это охрана зрения, потому что у взрослых потом идет ситуация, когда после 40 лет развивается дальнозоркость, мы пользуемся очками, или может развиваться близорукость, то есть мы уже можем пользоваться, ну, там есть уже такие сочетанные линзы или очки, когда при переводе взгляда, в общем-то, нам не надо менять даль и близь, то есть есть так называемые прогрессивные линзы, прогрессивные очки, это вот я для взрослых, если кто-то об этом не знал, и это упрощает очень жизнь, особенно для работы за компьютером и при вождении машины. Для наших детей, значит, для наших детей вот это актуально для всех возрастных групп, то есть это освещение, это рабочий стол, это режим, режим питания и режим дня. Режим питания, не надо забывать о витаминах, это прежде всего витамин D, это для всех групп и для взрослых в том числе, это витамин А, не забывайте о нем, это бета-каротин, это то, что содержится в морковке, но морковке обогащенной жирами, то есть если эта морковка в вареном виде, то, соответственно, это должно быть с добавлением жира животного и растительного, без разницы. Если это салат, то же самое, то есть это у ребенка в рационе несколько раз в неделю должно быть, и у взрослых то же самое, то есть при недостатке витамина А, это куриная слепота, когда ребенок плохо адаптируется к темноте или к перепадам освещения, то есть, опять же, перенапрягается зрение. То, что касается витамина D, это, соответственно, витамины роста, которые необходимы для ребенка, а в наших условиях климатических тем более, потому что ультрафиолета мало, ну и есть дети, которые, например, плохо загорают летом и ходят практически в одежде, это тоже, ну это как бы тоже показание на прием витамина D летом, потому что нет контакта с кожей, нет синтеза ультрафиолета через те лучи, которые поступают от солнца. То, что касается питания, дополнительно витамины, то, что спрашивают обычно родители, ну, вы знаете, если ребенок питается хорошо, если у него нет каких-то проблем с перевариванием пищи, то, по сути, свои дополнительные витамины не нужны. То есть, если есть фрукты, если есть овощи, если есть молочные продукты, то, если есть, опять же, бета-каротин, не забывайте о нем, то, в принципе, ребенку дополнительно ничего не требуется. По режиму отдыха и режиму работы за компьютером, конечно, надо чередовать, конечно, надо делать физкульт-минутки, конечно, надо не забывать о тех упражнениях, о которых будет потом еще упомянуто. И наши группы риска, о чем хочу сказать отдельно. Наши группы риска – это, конечно, подростки, это, конечно, уже старшая школа, то есть это уже юноши. А здесь группы риска относят к чему? Это к началу периода, например, курения, злоупотребление компьютерами, пищей, то есть это как отказ от еды, так и переедание. Чем здесь чревато? То есть чревато – это в общем, скажу так, это повышение артериального давления, то есть это гипертензия, то есть это перенапряжение нервной системы и вегетативной нервной системы. Далее. Переедание и недостаток питания. Недостаток питания, особенно для девочек, чревато тем, что у них будет нарушение в развитии репродуктивной системы. То есть снижение гормонального фона за счет того, что не хватает жира, подкожно-жировой, подкожного жира и веса. То есть это снижение веса менее 50 килограмм. Далее. Это развитие, это недостаток питания. Ну, естественно, это и нарушение в развитии центральной нервной системы. Избыток питания. Чем грозит? Избыток питания грозит, соответственно, ожирением, опять же, артериальной гипертензией, холестериномией, то есть повышается холестерин и откладываются бляшки. То есть те проблемы взрослых, которые у нас существуют, есть они и у детей. То есть атеросклероз сосудов есть и у детей. Поэтому важно, чтобы наши дети не переедали. Важно, чтобы они не употребляли много сладкого, потому что очень стал молодым диабет. И у детей, хочу вам отметить, у детей это сразу инсулинозависимый диабет. Это диабет первого типа, это не диабет второго типа. Поэтому детям нужно все это разъяснять. И, конечно, снижение физической активности и отсутствие прогулок все усугубляет. Поэтому режим питания, режим дня для нас очень важен. И, конечно, ежегодно, ежегодно это поход к окулисту. Поход к окулисту с, да, закапыванием, с расширением зрачка, с определением остроты зрения, с определением функции в принципе зрения, потому что без этого невозможно, потому что бывают спазмы аккомодации, когда нам кажется, что близорукость, а на самом деле у ребенка просто усталый глаз. И, соответственно, чем мы можем помочь? На первых этапах, когда идут проблемы, мы можем помочь есть комната охраны зрения, там, где есть аппараты, там, где есть окулист, который занимается прицельно той проблемой, которая существует у ребенка. То есть спазмом аккомодации, снижением зрения, профилактики, профилактики близорукости или усугубления дальнозоркости. Есть и такие дети. Ну и, соответственно, что хочу еще заметить в связи с развитием наших детей, это вредные привычки. Будьте, конечно, ну, будьте друзьями для ваших детей. Вы должны знать, что ребенка беспокоит. Вы должны знать, чем ребенок занимается. Вы должны знать, что ребенок любит и что ребенку не нравится. Курение пагубно влияет, потому что это спазм сосудов, это спазм сосудов, это нарушение центральной нервной системы, и за этим, естественно, идет все далее. Ребенок становится более раздражительным. Ребенок начинает избегать с вами контактов, особенно близких контактов. Будьте настороже. Потихоньку выясняйте, выясняйте, что происходит. Потому что потом отучить ребенка от пагубных привычек, ну, то есть это то, что касается алкоголя и то, что касается никотина, будет очень сложно. Потому что это затягивает очень быстро. А учитывая, что это период смены авторитетов, но это вот психологи нам еще тоже расскажут, вот это будет очень, тогда будет очень трудно. Нам всем. Потому что, да, потому что иногда, вы знаете, родители приходят к нам, говоря о том, что тихонько так говорят, Владимир Владимирович, а можете вы вот сказать нашим детям, что вот это вредно, они нас не слышат. То есть мы тоже вступаем в эту реку объяснения детям о том, что не надо прибиваться от одного берега к другому, надо плавно течь по течению жизни. И это наша основная задача родителей. Это особенно подростковый и юношеский возраст. На это очень хочу обратить внимание. Потому что наши, иногда, знаете, вот иногда приходят с жалобами, у нас болит голова, да, а нам плохо, а нас тошнит, а это у нас отказ от еды. А у ребенка идет нарушение зрения. А ребенок начинает, ну, то есть вот моменты, которые мы должны ребенка поддержать, а не потому, что сказать, да ты много смотришь там этот телевизор и сидишь долго в компьютере или там долго говоришь по телефону. Вот поэтому у тебя такая проблема. Хочу заметить, что дети, как правило, не жалуются просто так. У них действительно болит, их действительно это беспокоит. Вот. Ну, вот такие мои пожелания по поводу, еще раз хотела бы сказать, обращайте внимание на развитие детей на первом году жизни. Это важно. И та коррекция, которую мы, то, те моменты, когда мы можем помочь детям, мы действительно им можем помочь. Это кардинально изменит их жизнь. Тот период жизни, когда начинается школа, вы должны продумать режимы питания, режим дня, да, режим дня и, соответственно, рабочее место. У ребенка должен быть свой уголок. И подростковый, и юношеский период мы должны стать друзьями детям, чтобы нам не упустить ничего важного, ну, как бы еще помимо зрения. Мадина Владимировна, еще вот такие вопросы. Значит, глаза являются как бы частью мозга, вынесенной достаточно наружу. Наружу, да. И действительно, это уникальное, природное, мне кажется, создание два глазных яблока, которые удерживаются каждой всего шестью тонкими мышцами, да. Вот они как раз дают возможность поворачивать глаза, осуществлять большое количество движений, там всего шесть мышц. И понятно, что если происходит спазм этих мышц, глаз как будто бы фиксируется, да, и уже нет возможности более четко видеть. Еще такой вопрос возник. не забывайте, да, про поля зрения не забывайте, что на 10%, то есть на 10% восприятие того окружающего мира у ребенка меньше. То есть если еще есть и спазм или нарушение аккомодации, плюс еще снижение процентности полей зрения, то есть это ведет к нарушению интеллектуального развития. И вот хотела еще раз обратиться к родителям, которые имеют и маленьких детей, чтобы понимали действительно, что у ребенка первых трех-четырех лет особенно ослабленное зрение, ведь сколько сейчас деток везут в коляске, где они уже сидят в мобильных игрушках, да, уже даже в игрушках, не только мультики смотрят, но постоянные либо планшеты, либо в телефоне. Это вот как раз уже закладка на потом, не надо ждать, когда будет дистанционное обучение, когда будет много компьютера обучающего плана, да, а именно тот момент, что ну сами родители, мы подсаживаем часто деток на мелькающие картинки, вот это и формируется и клиповое мышление, и мы уже эту тему поднимали в химологии, да, поднимали даже детским, почему он объяснял нам в прошлый раз, позапрошлый раз о том, что даже вот это яркое мерцание экрана приводит к нарушению психических функций, совершенно верно, потому что перевозбуждение участков мозга и нет торможения, поэтому как следствие и психические развития, психическое нарушение происходит. вот прям такая большая просьба, рекомендация, начиная с маленького возраста, самим родителям очень внимательно обращать внимание на то количество времени, которое ребенок проводит с теми или иными техническими средствами и учитывать, что чем меньше ребенок, тем хуже у него просто физиологически хуже зрения. Иногда обращаются родители, вижу, что ребенок где-то не очень ловкий и родители наказывают, там чашку разбил, что-то запнулся даже, но это может быть именно плохая координация движений ввиду узкого поля зрения, это может быть действительно недостаточное моторное развитие, развитие мышечной системы, опять же ввиду плохого зрения. Часто дети даже в школе вот встречаю, прохожу мне, говорят, что-то голова болит. И когда предлагаю отдохнуть, глазки прикрыть на перемене, посидеть, отдохнуть, глазки прикрыть, буквально проходят пару-тройку минут и говорят, ой, все уже хорошо. Это опять же, даже при нашем мощном обучении нагрузка постоянно большая идет на орган зрения. необходимо научить, как снимать напряжение. В нашей школе делают педагоги паузы для расслабления, для того, чтобы могли перевести взгляд. И у нас вот как раз сейчас есть вопрос такой, какие упражнения, тренировки в течение урока можно проводить. И тогда я перехожу к упражнениям, которые приготовила для вас. Давайте все сидящие перед экранами выполним небольшой комплекс упражнений. Я прошу разрешить мне демонстрацию экрана. И такие простые упражнения в презентацию мы сможем прикрепить в дальнейшем на сайте школы. Это всего девять упражнений, которые выполняются следующим образом. Так, все практически сейчас будет готово. Подскажите, видно уже первый слайд? Да, у меня видно. Хорошо. Значит, для того, чтобы выполнить упражнения, нам необходимо выпрямить спину. Спина прямая. И поправьте себя. Спину прямую очень часто делают и ребята, и взрослые. Выпрями спину, оп, движение назад. На прошлой встрече с ортопедом мы говорили о том, что чтобы действительно была прямая спина, нужно как бы снять рюкзак. То есть плечики тогда садятся в свои суставные впадины. поэтому вот можно даже немножко снять. Здесь начинается активация кровоснабжения, что тоже способствует питанию и мозга, и органов зрения. Затем прикрыть глаза и язык за верхние зубы, то есть как бы загнуть наверх. Медленный глубокий вдох-выдох настроиться на упражнение с глазами. Амплитуда глаз будет максимальной. И движения, которые мы сейчас начнем выполнять, они будут достаточно быстро в одну и в другую сторону. Длительность упражнений вообще рекомендуется около 30 секунд. И после каждого поморгать пять раз. Вот сейчас, когда настроились, первое упражнение называется «Туда-сюда». Посмотрите, есть картинка, и здесь идут животные, волки. Посмотрели просто само направление движения. Сейчас ваша задача с силой зажмурить глаза, прям сильно-сильно, и веками получается такое, создается активное давление на глазное яблоко. И сквозь зажмуренные, такие сильно зажмуренные веки начинаем вводить глазными яблоками по горизонтали вправо-влево, вправо-влево, наблюдая за своим дыханием и наблюдая за тем, как глазам оказывается очень трудно двигаться сквозь зажмуренные веки. И сейчас, пожалуйста, глазки открыли, поморгали. Следующее упражнение это круги. Опять же, глаза зажмурили, оказывая давление на глазное яблоко своими веками. И вводим глазами по кругу в одну сторону. Представьте себе, может быть, даже циферблат, как вы наблюдаете за ходом, допустим, секундной стрелки. У нас, правда, секундная стрелка в другую сторону не ходит, но мы возвращаем вспять время, вращая глазами против часовой стрелки, даем возможность глазкам поработать мышцам, которые удерживают глаз. Открыли глазки, поморгали. И следующее упражнение это восьмерка. Опять же, оно выполняется зажмуренными глазами. И зажмуренными глазами выполняем восьмерку через переносицу. То есть перекрест на переносице и глаза описывают горизонтально лежащую восьмерку. В одну сторону несколько раз и в другую сторону тоже несколько раз. Поморгали. следующее упражнение будут с открытыми глазами. И начинаем водить глазами по диагонали наискосок. Можно видеть перед собой стену. И допустим начинаем с верхнего правого угла в нижний левый. В нижний левый вернулись наверх в верхний правый. несколько таких движений. Затем сменили направление с верхнего левого в нижний правый и вернуть взгляд наверх влево. Опять опустить вниз наверх вниз наверх. Обязательно напряжение снимаем помаргивание. Поморгали. Упражнение пятое. Квадрат также с закрытыми с открытыми глазами начинаем водить глазами по квадрату. И это очень легко описать, когда ребята смотрят доску какой-то предмет. Более широкий квадрат, когда по потолку вниз по полу вверх выполняем вот такие движения и в обратную сторону. Описали квадраты. С точки зрения психологии здесь можно даже посмотреть по движению глаз, где проскакивают, где замедленные движения. Но это отдельно индивидуально. чтобы перейти к следующему упражнению. Упражнение шестое. Глаза открыты. И вот примерно вот такой бантик, как зайк. Кто-то может быть смотрит на экран монитора и можно проводить. Можно брать больший объем для улучшения тренировки аккомодации. Акомодация это как раз настройка зрительного аппарата органа зрения на четкость видения как вблизи, так и вдали. Поэтому такие упражнения можно выполнять и лучше выполнять, как представляя что-то близкое, то есть это будет небольшой объем движений, так и самое дальнее расстояние, которое может быть на стене, или же предлагать ребятам, глядя в окошко, тоже где-то на большом расстоянии, тогда уже и амплитуда движений мышц глаза будет значительно шире. Поморгали. Большой круг. Два упражнения опять же будут у нас с зажмуренными глазками. Итак, с силой зажмуриваем глаза, веками оказывается давление на глазное яблоко и вводим глазами по кругу, горизонтальному кругу. Мы уже круговые делали движения, вот здесь представьте, как будто бы по поверхности кастрюли размешиваете что-то, или чашки, то есть это немножко другая плоскость и совсем другая часть мышц включается в одну сторону и в другую сторону. Глаза открываем, поморгали хорошенечко. Упражнение бабочка, прошу прощения, здесь я не в ту вставила. Значит, представьте себе, что бабочка, когда мы наблюдаем за бабочкой, есть полет бабочки, и вот бабочка сидела на цветке, она взлетает, и мы начинаем наблюдать за ней, как она туда-сюда кружит в воздухе, то есть это будут движения снизу вверх по дуге, посмотрели, как бабочка летает, и опустились вниз опять на цветок, то есть вот это упражнение делаем с открытыми глазами, представляем, как бабочка взлетела, вот она порхает, 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 опускается на цветок, при этом голова не двигается, двигаются только глаза, опять же, глазами нашли бабочку на цветке, который практически у земли растет, поднимается наша бабочка еще выше, 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 и там она тоже кружит туда-сюда, туда-сюда, вправо-влево по дуге, и опять через центр опускается, поморгали, и последнее упражнение, завершающее упражнение в сегодняшнем комплексе, это пальминг, очень замечательное упражнение, которое важно научить детей делать правильно, когда растираются ладони, и ладошки становятся теплыми, теплыми, очень часто его выполняют, даже просто прикладывают ладони прямо и закрывают глаза, на самом деле очень важно сделать лодочку, из рук лодочка, чтобы центр тепла был вот в центре ладони, и пальцами перекрещиваются, накладываются эти две лодочки на середину лба, и тогда глаза оказываются как бы напротив вот места силы, нашей энергетической силы, именно центра ладони, и если все сделано правильно, тогда достаточно плотно к лицу прижимаются такие лодочки, при открытии глаз под лодочками должно быть темно-темно, то есть вот так вот наложили, и глазки правильно держать открытыми, при этом глаза получают тепло от ладоней, удобнее, конечно, когда локти стоят на столе, сейчас у меня не очень неправильно подобранный стол для этого, но хотя бы если на весу делается упражнение, важно наблюдать, чтобы расслабление было в плечевом поясе, чтобы шеи, плечи были опущены, было очень приятное ощущение в верхней части туловища и в области головы, и когда почувствуете, что уже тепло ушло, глазки забрали это тепло, открываем, о, удивляемся, какой мир красивый, одно из экстренных упражнений, которые тоже достаточно быстро можно научить делать, ребят, и делать самим, это сильно-сильно зажмурились, а потом удивились, ой, какой мир, то есть максимально раскрыли веки, раскрыли глаза, потом опять сильно-сильно зажмурились, опять сильно-сильно открыли глаза, и вот выполняя несколько раз это упражнение, дайте, пожалуйста, обратную связь, получилось ли увидеть сейчас четче и ярче мир вокруг вас, наверняка почувствовали, что за счет мышечной работы в области глаз произошел более интенсивный кровообмен, кровоток начался, и, соответственно, действительно глазки увлажнились дополнительно сейчас в период зимний получается, что у нас очень большая сухость воздуха, да, или как это правильно сказать, повышается температура помещений, и что влияет на осушение роговицы, которая в норме должна быть достаточно увлажненной, и иногда, говорим, даже деткам поплакать полезно для того, чтобы просто промыть те микроорганизмы, которые оседают из постоянного окружения, из воздуха, частички пыли, то есть это обязательно объяснять, научать детей морганию, очень важному упражнению для того, чтобы были глазки здоровы. вот такой комплекс мы сегодня подготовили, и сейчас интересно услышать, узнать ваши вопросы, какие есть еще дополнительные вопросы. Пока обращаетесь в чат, Мадина Владимировна, у меня к вам вопрос, а вот скажите, пожалуйста, все-таки есть объяснение, почему у кого-то развивается дальнозоркость, у кого-то близорукость, ведь и то, и то есть нарушение зрения. Спасибо. Да, вы знаете, как такового объяснения этому нет, скажем так, с научной точки зрения, скажем, есть дети, которые несут такую же нагрузку, как и все остальные, и у них абсолютно здоровое и хорошее зрение, есть дети, страдают тем, что у них снижается зрение или изменяется степень дальнозоркости. Здесь, конечно, есть несколько моментов, несколько факторов, которые влияют на это. Самый первый фактор – это, конечно, психоэмоциональный, то есть это спазм сосудов головного мозга на фоне психоэмоционального фактора, на фоне стресса. Это первое. Второе, конечно, это фактор питания, то есть не забывайте про ту куриную слепоту, о которой я вам говорила, о недостатке бета-каротина, и то есть тогда, когда не переключается быстрое зрение с светлой стороны в темную сторону, то есть когда уменьшается свет, снижается острота зрения и восприятие предметов, которые находятся рядом, то есть это характеристика куриной слепоты. Далее, это, конечно, вредные привычки, то есть если ребенок сидит и, условно говоря, под одеялом смотрит гаджет, естественно, у него снизится зрение. Если этот гаджет будет слишком яркий и он будет пользоваться им достаточно постоянно, то, конечно, будет снижаться зрение. Если не профилактировать, то есть если ребенка не отвлекать, не снимать напряжение мышц спины и шеи, не делать гимнастику, не гулять, естественно, будет снижаться зрение. Это понятно. То есть, условно говоря, человек, живущий в подвале и человек, живущий при нормальном свете, конечно, будет снижать зрение, нежели тот человек, который работает в нормальных условиях. Что еще? Не забывайте о том, что наши дети растут и растет глазное яблоко. И поэтому в какие-то периоды интенсивного роста, именно роста, вот не набора веса, потому что есть сейчас разные периоды у детей, которые у нас растут с 7 лет до юношеского возраста. То есть, это периоды округления, то есть, прибавки веса, это периоды вытяжения, то есть, это рост. И растет и мышцы, растут нервные волокна, растет глаз, идет доформирование межно-райональных связей между левым и правым полушарием. Это тоже важно, потому что, если углубляться там, например, в строение зрительных путей, то там идет неполный перекрест зрительных путей. И поэтому, когда ребенок растет, тоже могут быть определенные нарушения, то есть, это выпадение полей зрения. Опять же, я к этому иду. То есть, в какой-то части ребенок может плохо видеть. Нарушение аккомодационных моментов. Вот сейчас еще поясню для родителей, что это значит. Ребенок может не видеть начало строки. У него может выпадать где-то середина или завершение строки. То есть, вот эти моменты мы тоже наблюдаем, потому что с одной стороны это могут быть психические какие-то вопросы, а очень часто и в первую очередь мы проверяем, что ребенок видит, потому что действительно он не видит половину страницы. И что с этим делать? Совершенно верно. Нарушение аккомодационных моментов. Акомодационных, то есть, это когда оба глаза видят одинаково и бинокулярное зрение. Опять же, к этому вернусь. То есть, это видение в трехмерном пространстве. То есть, когда ребенок видит еще и глубину. Глубину. То есть, он может оценить расстояние от него до предмета. Это бинокулярное зрение. Естественно, с нарушением аккомодации бинокулярное зрение тоже нарушается. Строчки скачут. Ребенок пытается сосредоточиться, перенапрячь свой зрительный аппарат, появляются головные боли. На это тоже надо обращать внимание. Сложные моменты, когда у ребенка есть нарушение аккомодации и есть нарушение. То есть, хрусталик. Вот тот самый хрусталик, который доформируется еще после рождения ребенка и который как линза проецирует изображение на сетчатку. То есть, мы с вами говорим о том, что изображение на сетчатку формируется до года. После года, когда начинается прямохождение и формирование бинокулярного зрения, ребенок начинает оценивать расстояние от себя до предмета. И, соответственно, это как раз появляется изображение на сетчатке. И, соответственно, вот хрусталик, он как бы вращается. То есть, он как бы вот этот пучок зрения направляет на сетчатку. И нарушение аккомодации, спазма аккомодации именно в том, что спазмируется именно мышца, которая двигает этот хрусталик. То есть, соответственно, вы теперь, я надеюсь, вы понимаете всю вот эту сложность системы. Почему окулисты закапывают глаза, почему это надо делать, расширять зрачок. Почему мы говорим о том, что детям со спазмом аккомодации надо отдыхать. И им же прописывают определенные капли, которые снижают этот спазм. И у них исчезает, ну, не исчезает, у них снижается близорукость. Они лучше начинают видеть и, соответственно, учиться они начинают лучше. То есть, получать информацию они начинают полноценно. Потому что с нарушениями зрительного аппарата и с отображением, соответственно, насечатки, с передачей этой информации в центральную нервную систему, в анализатор, в анализатор, естественно, ребенок, если это неправильно информация идет или искаженно, или он перенапрягается, естественно, он обучается хуже, интеллект снижается. И память страдает в том числе. Конечно, дети. Вы знаете, дети – это уникальные люди, вот уникальные. Я их очень люблю, потому что они начинают читать по губам, по глазам, они начинают воспринимать это на слух. У них больше работает именно слуховой анализатор. но нам важно, чтобы дети наши развивались всесторонне, не упускать те моменты, когда мы можем, опять же говорю, им помочь, вовремя помочь, потому что тогда они свою энергию, да, они, естественно, будут тратить более разумно, и, конечно, у них будет замечательная успеваемость, они будут менее раздражены, они будут более социальные, скажем так, потому что, заметьте, вот эти дети начинают потихоньку замыкаться, они понимают, что они не такие, как все, что у них что-то не так, они потихонечку психологически начинают замыкаться, вот, поэтому нам самое главное вот такие моменты не упустить, то есть всесторонне к этому вопросу подойти. Вы знаете, вот связываясь с тем, что вы сказали, что теряется и строчка, в том числе, я вспомнила, что неделю назад была на международной конференции о работе мозга Брайан 2020, и была рекомендация, что, чтобы дети прям вот или пальцем следили, именно когда они прослеживают чтение, идет более активное и наращивание темпа чтения, и действительно это облегчает обучение детей, это первое. Второе, что, какая фраза мне понравилась, о том, что в бедных семьях большие телевизоры, в богатых семьях большие библиотеки. Мы сегодня эту тему уже затрагивать не будем, чтение, это будет в последующем. И у нас есть вопрос от зрительницы о витаминах. Пожалуйста, порекомендуйте бета-каротин для детей. Все, что видела в продаже, только от 18 лет. Вы, как педиатр, какие могли бы порекомендовать витамины? Вы знаете, по поводу бета-каротина, да, согласна, эта форма, она только для взрослых, только для взрослых, да. Это факторы питания. То есть, та же морковка, если есть аллергия, например, бывают такие, что красную морковку, например, дети или там, есть разная, оранжевая, красная морковка, не воспринимают. Есть белая морковь, вы можете ее использовать. Не забывайте о жирах, которые должны быть там добавлены. То есть, питание. Конечно, мы предлагаем детям это что? Это черника, это лицетин. То есть, эти формы есть для детей, и они могут быть использованы. Иногда с успехом используют неврологи и окулисты Элькар. То есть, это метаболит, который помогает адаптироваться к клеткам, к повышенному энергоотдачу. Энергоотдачу. Но, опять же, это надо советоваться со специалистом. То есть, нужно обследовать ребенка, нужно понять, что с ним происходит. То есть, здесь участвуют три человека. Конечно, лучше, чтобы еще был и психолог, потому что на некоторые вопросы у родителей сразу появляются ответы. То есть, если мы, я с педиатрической точки зрения не вижу ничего плохого, то есть, избытка веса, недостатка веса, аллергических каких-то или пищевых ситуаций. То есть, и бывают аллергии, да, действительно, а бывают пищевые непереносимости, тогда мы заменяем продукты, есть взаимозаменяемые продукты. Если невролог говорит о том, что да, ребенок психоэмоционально перенапряжен, ему нужна помощь, а окулист говорит нам о том, что да, у нас есть ситуация с снижением зрения, нарушением аккомодации или спазмом аккомодации, соответственно, вот все, и психолог нам подтверждает о том, что ребенок, да, перенапряжен, мы применяем все-таки с вами комплексный подход к ребенку. То есть, мы пересматриваем режим дня, режим питания, мы добавляем ему витамины или препараты метаболитного ряда, и, соответственно, это занятие еще и с окулистом. То есть, это капли, которые расслабляют мышцы, это кабинет охраны зрения, который тоже расслабляет. Есть еще здесь ортопедическая проблема, потому что, по нашим данным, дети со сколиозом, с нарушением осанки, с нарушением вообще опорно-двигательного аппарата страдают, и у них страдает орган зрения. Конечно, безусловно, дети, которые мы не затрагивали, этих детей, но они есть тоже у меня под наблюдением, дети, у которых есть нарушение функции центральной нервной системы, то есть, это дети с неврологическими отклонениями, органическими, то есть, это детский церебральный паралич, который бывает в разных степенях проявления. Конечно, эти дети тоже страдают, и здесь уже немножечко другая помощь для них идет, но в целом, да, в целом рекомендации для всех вот такие. То есть, это несколько специалистов и родители, которые чуткие, и обращают внимание на своего ребенка и, ну, соответственно, далее, и пересмотр, вы знаете, когда мы пересматриваем рацион питания, режим дня, когда мы подготавливаем хорошо рабочий стол, рабочее место для ребенка, когда у нас хорошая благоприятная обстановка в семье и в школе, проблем меньше, и со зрением в том числе. есть такой момент, да, хочу сказать, вот, знаете, заметьте... Минуточку, минуточку. Минутку прям, психологический, да, момент, вот прям минуту, потому что все проблемы, многие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, это проблемы семьи, это внутренние проблемы, психологические, семейные. Это первое. Второе. Зрительный аппарат у взрослых, уже у подросткового возраста и у взрослых людей, как нам вот недавно сказали наши специалисты по судебно-медицинской экспертизе, что это адаптационные приспособления к нашим гаджетам. И нейропсихологи и нейрохирургия, в общем-то, нас тоже в этом поддерживают. Но это не умаляет наших с вами, ну, скажем так, наблюдений, и это не снижает нашей настороженности по профилактике заболеваний. Да, спасибо большое, Марина Владимировна. Да, пожалуйста. Сегодня мы затронули тему, которую, конечно, невозможно в течение часа полностью осветить, потому что, я говорю, даже психологическая сторона даже не трогаю сегодня, потому что, ну, много вещей, которые влияют на самочувствие и детей, и взрослых. И благодарю вас, Марина Владимировна, в субботе на сегодня с нами была. Да. Я, Нина Александровна, психолог Кембриджского лицея лингвистической экономической школы. и желаю вам будьте здоровы. Пусть все-все будет у вас хорошо. Да, я присоединяюсь к пожеланиям. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...